Я рада приветствовать всех тех, кто сегодня здесь собрался. Я Юлия Данчина, директор по обучению в компании Positive Technologies и у нас сегодня собрался весь цвет CISO наших российских. Я очень рада, что коллеги присоединились. Вчера Юра Максимов задал нам некоторый контекст и я надеюсь, что так же, как и вчера, сегодня нам удастся поговорить про реальные наши проблемы, про то, что болит и болит у нас, у CISO, болит в индустрии и мы про это сегодня поговорим. Представлю наших участников и большое спасибо коллеге, что вы в субботу к нам присоединились. И Сергей Демидов, CISO Московской биржи. Да, можно поаплодировать. Дмитрий Куколев, CISO Дзена. Дзен это платформенная компания, которая недавно вошла в состав компании ВК. Артем Гутник, CISO НСПК, Национальная система платежных карт. Сергей Данилов, CISO Росреестр. И Дмитрий Гадарь, CISO Тинькофф Банка. На этой сессии мне хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили про то, как меняется и роль, и меняются компетенции CISO. Ко всему прочему, помимо компетенции, меняется некоторое мышление, как CISO и каким критерием он должен соответствовать для того, чтобы уметь делать все то, что от него сегодня просят. 20 лет назад CISO был совсем директором по безопасности, объектом деятельности которого была инфраструктура. Сегодня все сильно изменилось. Да, это связано прежде всего с тем, что изменились и сами компании. Компании стали платформенными, цифровыми. Компании оказывают совершенные клиентские опыты, ориентированные на это. Это с одной стороны. С другой стороны, 250-й указ недавний, который сказал, что все CISO должны стать еще и управленцами. Помимо этого, у нас есть некоторый внешний контекст, атакуют нас уже гораздо-гораздо чаще. И если сегодня мы не находимся в состоянии кибервойны, то точно уже стоим на пороге. И все это привело к тому, что компетенции точно меняются, меняются некоторые критерии. И прежде, чем мы откроем наш разговор, я хочу задать вопрос в зам. Поднимите руки те, кто сегодня уже находится в позиции CISO или планирует им стать в следующие пять лет? Да, ну то есть про вас уже все нам понятно. То есть примерно так 15%. Вот я хочу, чтобы вы в рамках этой дискуссии, в том числе для себя, ответили на вопрос. А если завтра, скажем, все у вашей компании предложат вам занять эту позицию, то каким набором компетенции вам нужно себя дорастить. И для того, чтобы быть готовым, да, управлять компанией, вот, и быть готовым к тому, чтобы стать таким CISO 2.0, да, или CISO будущего. И тут мне сразу коллеги хочется задать вопрос вам, а CISO 2.0, он вообще кто? Сергей, я бы начала тогда с вас. Ну, смотрите, давайте все-таки сделаем шаг назад и поймем, что же все-таки произошло. Потому что говорить, что 250 указ стал такой вот точкой невозврата, в которой все в нашей жизни поменялось, да, можно, но, наверное, нет. Потому что на самом деле то, что произошло, начало происходить несколько лет назад, да, чтобы понять, что действительно происходит на рынке. Что начало происходить несколько лет назад, я на самом деле достаточно долго это рассказываю. Мало того, я даже не у себя где-то там почерпнул, а почерпнул, мало того, в презентации Банка России. Начало происходить ускорение вообще выхода продукта на рынок. Неважно какого. Да, от момента, когда братья Райт там или кто там полетели на самолете и до того, как авиация стала массовой, да, прошло 60 лет. Там телевизор от первого прототипа до того, как телевидение стало массовым явлением, прошло 30 лет. Там Twitter появился буквально за два года. Сейчас продукты появляются вот так вот. И продукты в основном цифровые. Они появляются там за часы, да, за дни могут появляться продукты. И началось вот это ускорение. И те компании, которые не выдерживали конкуренцию вот в этой борьбе с цифровыми другими своими конкурентами, они просто ушли с рынка. Примеров этому на самом деле миллион практически в любой отрасли существует. Вот. Когда люди не успевали. И очевидно, если компания растет, а мы все понимаем, что на самом деле инфобес это составная часть продукта, да, как бы мы там не считали, вот. Но на самом деле это составная часть бизнеса любой компании. И там, где инфобес вот в это ускорение не вписался, то либо компания, либо цис из этой компании уходили. Соответственно, это ускорение это скорее более важный шаг там или более важный стимул изменения там поведения цисы, нежели чем там 250 указа. И что это значит для циса, да? Это значит, что он должен понимать, куда бежит компания. У него должна быть эмпатия к бизнесу своей собственной компании. И опять же таки повторюсь, те, кто не следовал вот этой идеологии, они просто их вымыло. Соответственно, это продолжает. Это будет продолжаться, это будет ускоряться. Это значит, что вот этот вот уровень эмпатии к бизнесу компании, разделение, короче, понимание целей компании, это то, куда должен теперь стремиться циса. И да, второе, что начало происходить, да, это тезис номер раз. Тезис номер два. Второе, что начало происходить, это за счет вот этой ускоряющейся конкуренции, ускоряющегося роста бизнеса практически по всем отраслям, вот, продукты уже информационной безопасности стали в большей степени такими коробочными. Вот я имею в виду сейчас не то, что там коробку, да, купили сетап, next, 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 финиш, нажали, и все, все произошло. А скорее вся информационная безопасность все больше и больше начинается строить из блоков. Примеры этому, да, наверное, там open-source продукты, да, ведь раньше садился программист, писал что-то, код у него получался монолит, он его там долго редактировал. Теперь программист сидит, он не пишет код в основном, он в основном тягает все это из каких-то публичных репозиториев, составляет из этого программку и запустил. Это позволяет ему быстро сделать. Продукты информационной безопасности тоже идут. Это значит, что вот эти вот утилитарные знания ЦИСа, они все больше и больше обесцениваются. И поэтому, если вот эти два стрима, да, ускорение бизнеса и некая такая фрагментация, не знаю, не фрагментация, а как это, пазл информационной безопасности, они действительно заставляют ЦИСа больше становиться таким администратором, вот, человеком, который ищет и находит баланс между рисками и инвестициями для каждой конкретной компании. Вот, и это начало, да, если забегать вперед, я уже заканчиваю, уже надо вернуть микрофон, я уже понимаю, что надо другим дать поговорить. Вот, соответственно, и это начало. И, соответственно, по моему мнению, да, если там забегать вперед, то ЦИСа 3.0 – это больше рисковик. То есть даже не 2.0, а 3.0. Вот мы сейчас где-то в промежуточной точке, когда это был утилитарный спец с такими глубокими техническими знаниями, сейчас это переходный период 2.0, а 3.0 – это уже больше рисковик, который ищет баланс между угрозами и тем, что компания извлечет. Спасибо, Сергей. Вот мне кажется, ты важную вещь сейчас говоришь, что если раньше безопасность в компании была частью комплайенс, то теперь объектом деятельности ЦИСа становится сам бизнес. Это не просто защита инфраструктуры. Комплайенс? Да, пожалуйста, Дим. Ты просто сказала, что безопасность была частью комплайенса, и это немного странно, потому что комплайенс все-таки независимый элемент информационной безопасности, и, наверное, в каких-то организациях действительно безопасность являлась частью комплайенса, и это развитие, скорее, наверное, неправильное. И, слава богу, я не знаю, как это, или не очень хорошо, мне это довелось еще, наверное, с 2008 года, и дальше, когда начались взломы компании, меня приглашали на расследование инцидентов, и я видел реальность, которая происходит. То есть из-за отсутствия политик, то есть наличие политик никак не влияет на то, как глубоко залезут хакеры и что они украдут из компании. И это в тот момент достаточно сильно перевернуло мое сознание. И вот этот переворот сознания кажется крайне важным с точки зрения, что каждую задачу, которую я делаю, я пропускаю через призму реальных рисков, реальных заработков бизнеса, и на что это реально может повлиять. И вот это я часто вижу у безопасников отрыв от реальности. Ну, то есть написано в каком-то положении, там, где-то вот то, что ты говоришь, как compliance. Поэтому compliance такой же саппорт бизнеса, и он не является каким-то отдельным элементом. Он должен поддерживать бизнес банка, в моем случае, или группы компаний. И я согласен абсолютно с Сергеем, и я могу привести примеры. Я пока ты говорил, Сергей, я полностью с тобой согласен, дополнить, наверное, нечем. Есть пару примеров. Например, в банке Тинькофф чат GPT предложили использовать безопасники. Мы, значит, увидели потребность среди разных команд и пришли к CTO с тем, чтобы давайте подумаем, как это безопасно сделать. Привлекли разрабов, сделаем там прокси, все красиво. Но чтобы, если, как это сказать, пипец, остановить невозможно, возможно, его лучше возглавить. Ну, потому что остановить использование этих технологий, скорее всего, невозможно будет. И если мы их попытаемся остановить, то люди продолжат их использовать с компов, криво как-то еще. Ну, то есть, и остановить это невозможно будет. Поэтому с точки зрения информационной безопасности, безопасность должна видеть это и помогать бизнесу делать то, что будет выводить вперед на рынок. То же самое информационная безопасность, например, мы делаем там свою уебу, да, и можем наши уебы определять для ИЧАРа, когда человек еще не подал заявление на увольнение, но задумываться начал об этом. Что-то пошло уже не так. Ну, как бы мы передаем эту информацию в ИЧАР, сделали с ними совместный продукт, который определяет некоторую неудовлетворенность сотрудников. И мы понимаем, до того, как еще сотрудник подумал об этом, уже там ИЧАР, BP с ним начинают работать в этом направлении. И вот это прикольно, когда информационная безопасность находится на шаг впереди и идет совместно с бизнесом. Они строят, не знаю, не ставят антивирус на компьютеры. Последний пример. Вот все там занимаются импортозамещением. И к нам приходят с проектом, а давайте импортозаместим, значит, рабочие станции Windows на рабочие станции на Linux. И с точки зрения информационной безопасности, это абсолютно кривой взгляд, когда безопасники приходят и начинают на Linux ставить средства защиты. Информационная безопасность должна понимать, что это замена инфраструктуры доступа в периметр банка. Она должна понимать, кому выдается эта Linux-машинка, с какими правами ему нужно работать, с какими системами он будет работать. И смотреть на это гораздо шире, и с точки зрения бизнеса понимать, если это колл-центр, нахрена тратить туда сотни тысяч миллионов рублей на средства защиты, если можно захарденить, сделать из этого вот такой терминал, который атаковать невозможно, и раздать это в нашем случае 40 тысячам сотрудникам. Представляете, 40 тысяч сотрудников покрыть лицензиями Касперского, если кто-то сталкивался. Это довольно дорогое удовольствие. Почему не сделать из этого вот такую терминалочку, она раскатываться будет по сети. С точки зрения колл-центра он может получить доступ к звонилке и веб-браузер. Можно атаковать, конечно, попробовать. Там атаковать нечего на этой рабочей станции. И у безопасности должен быть другой взгляд. Он должен понимать, зачем это бизнес делает, куда это двигается, и саппортить это направление. Дим, спасибо. Дим, как у вас это сегодня выстроено в вашем подразделении, в вашем бизнесе? Во-первых, я хотел сначала дополнить Сергея и Дмитрия. Да, сейчас очень ускоряется бизнес, соответственно, есть очень большое требование к тайм-то-маркету. Продукты появляются достаточно быстро. И все правильно, один из основных и важных моментов сейчас как для ЦИСы, как и для всей команды – это погружение в процессы создания этого продукта. Что это такое, зачем? И вот эти квадратики, вот эти кубики, из которых строится безопасность, она должна очень сильно кастомизироваться под конкретный продукт, под конкретный процесс. Потому что информационная безопасность, она сейчас будет работать только в том случае, если мы будем идти либо вместе с IT, либо в какой-то степени его опережать. Потому что в любом случае информационная безопасность и по ресурсам, и по подходам меньше, чем производство. Но это единственный способ сейчас – это предугадывать и работать вместе с коллегами, потому что иначе эта вся история не получится. Как это выстроено у нас? Мы очень плотно работаем с командами, очень плотно интегрируемся в процессы производства, процессы эксплуатации. И подстраиваем наши процессы информационной безопасности, начиная эксплуатация, заканчивая комплайенсом, оценкой рисков, именно под конкретный продукт, именно под конкретный продукт, который у нас есть. И по моему мнению, это наиболее эффективный способ, который позволяет добиться именно тех целей, которые ставятся перед CISA 2.0. И на самом деле, это возможность добиться тех результатов, которые перед нами ставят рынок и текущая ситуация. Дополню, мне понравилось, что ты сказал. В этом плане мы уходим больше и уделяем, инвестируем в развитие культуры информационной безопасности. Потому что, условно, поставить везде заборы – это технически невозможно. Нужно вовлекать людей, бизнес в вопросы информационной безопасности. У нас есть, я считал, порядка 20 разных мероприятий, которые на это направлены. В том числе, не знаю, проведение каких-нибудь сессий с топ-менеджерами, которые нацелены на понимание их, что происходит на рынке информационной безопасности. Хотя я себя два раза слышу. Это нормально? Да, да. И вторая история, то, что, я тебе дополню, мы стараемся отдавать инструменты информационной безопасности в команды. Ну, то есть, это не должен быть сканер, которым безопасники просканили и пришли там по башке далее. У команды должно быть в KPI заложена ценность, безопасность в ценности продукта, должна быть заложена безопасность. И это их потребность должна быть использовать классный инструмент, который дают им безопасники. И так оно работает гораздо лучше. А если безопасность пытается догнать палкой и, значит, втрамбовать, чтобы они устраняли уязы, это всегда будет конфликт, и работает это крайне херово. Мне кажется, очень важно, и ты сейчас есть, говоришь, что безопасность, это теперь не только наше дело. Но это культура компании. Не теперь, оно так и было всегда. И, да, и эту культуру мы развиваем. Да, все так. И мы развиваем культуру. Это очень важно, это один из тоже основных моментов. У нас подход немножко другой. У нас мы внедряем централизованные инструменты и даем возможность командам ими пользоваться. Встраиваем мы эти инструменты прозрачно в процессы и стараемся минимально влиять на процесс и показывать, что такое безопасность, зачем она существует. И тем самым мы получаем неплохие результаты с того, что теперь команды понимают, зачем это, и видят, что с их продуктом происходит с точки зрения безопасности. Еще один пример вспомнил. Извини, пожалуйста, я прям дополню. Я общался с бразильским Нюфбанк, кажется, называется, с их ЦИСа. Офигенный чувак. Я подсмотрел у них, и мы начали у себя делать. Я рекомендую задуматься об этом. У Нюфбанка, как кажется, Нюф называется, на N как-то, бразильский крупный банк. Он, это побратим наш, типа Тинька в Бразилии. И у них есть отдельное подразделение в информационной безопасности, отвечающее за кастомер экспириенс. За кастомер экспириенс. Это кастомер экспириенс инструментов безопасности, которым пользуются внутренние сотрудники. Мы нарисовали CGM использования терминалов. Мы офигели просто с того, что, ну то есть, как люди мучаются. Мы очень много чего поправили. Поправили простого, просто нарисовав клиентский путь. Ну то есть, начав с того, ну то есть, посмотрев, как это по бизнесу правильно делается, смотрится не сам клиентский путь, а шире клиентского пути. То есть, мы посмотрели, как чуваку была поставлена задача аналитику, что он с этим делал, как он дошел вообще до терминалов. Оказалось, что в 90% случаев ему там вообще не надо было. Ну то есть, и вот поменяв, посмотрев, как работает бизнес, Бизнес, посмотрев, как клиентский путь использования продуктов информационной безопасности, думая об этом, три элементарных изменения полечили огромное количество боли, то есть боли работы с продуктами информационной безопасности. Дима, я тебе еще добавлю буквально 30 секунд. У меня по опыту мы делали каждые полгода оценку удовлетворенности сервисами информационной безопасности, и как раз в рамках этой удовлетворенности нам как раз очень хорошо получалось собирать обратную связь именно формализованно и понимая, что нам нужно улучшить. И из-за срезов раз в полгода мы как раз видели, как росла удовлетворенность и как рос фактический уровень защищенности. Оценивали по разным метрикам, но факт остается фактом, что это, да, наверное, единственный путь, который сейчас наиболее эффективный, это объяснять и работать вместе с IT. Спасибо. Артем. Можно, да? Я немножко антигероем побуду, возвращаясь к словам Сергея. Блин, я завидую тем компаниям, которые начали атаковать в 22-м году. Ну, типа, до этого не атаковали. Вот, ну, к сожалению, у всех компаний по-разному бывает, но на самом деле, как мне кажется, что принципиально изменилось, с точки зрения SEC проще стало. То есть как раз вот эта ценность именно безопасности, ее проще стало объяснять после 22-го года. Причем даже не на своих примерах, там достаточно открыть ленту новостей, те их взломали, те их взломали. Супер. Показываешь, блин, безопасность важна. На самом деле, как мне кажется, безопасность, она всегда была важным свойством бизнеса и продукта, соответственно. Ну, продукт как некая единица бизнеса. Вот, поэтому, кажется, над этим нужно было всегда работать. Опять же, там, tight-to-market сокращается. Блин, мы это обсуждаем уже лет 10, ничего не поменялось. Та-то-market все сокращается, сокращается, сократиться не может. Вот, поэтому, как мне кажется, да, если возвращаясь к теме, там, CIS 2.0, там много тем, да, мы их уже обсуждали, там, и визибилити, и бла-бла-бла. А, кажется, для CIS самое важное – это умение быстро адаптироваться под возникающие потребности бизнеса. И как раз даже не 22-й год, а, как мне кажется, 20-й, он выступил в роли лакмусовой бумажки. Может безопасность быстро адаптироваться под потребности бизнеса, либо нет? Объясню. А в 20-м году произошел такой кардинальный перелом, да, наверное, ну, большинства бизнесов, большинства продуктов. То есть все стали ценить там, там, онлайн-новость, прочее, да, бесконтактность, так ее назовем, ну, из-за эпидемии известного вируса. И как раз там многие CIS сдулись. Кто-то там удаленку настроить не может, кто-то вообще против удаленки, там, продукт так дистрибует небезопасно, прочее, прочее, прочее. И как раз, как мне кажется, лакмусовая бумажка именно в случае, ну, 20-й год был, а не 22-й, когда стало понятно, кто умеет адаптироваться, а кто нет. Вот. Здесь же вопрос же не только адаптации, да, вот мне кажется, здесь вопрос, наверное, даже больше к нам. Вот, где следующий шаг? То есть, ну, вот там подстроиться, да, всегда можно, да, найти вот какой-то там вариант, как адаптироваться. Да, понятное дело, что люди не гибкие вообще, наверное, в этой отрасли работать не могут, потому что атаки меняются, ну, наверное, там регулярность достаточно часто. Вот. И приходится и подстраиваться как и технологически, так и мыслительно, да. Там Дима абсолютно прав, потому что там сейчас многие CIS начали смотреть, как клиентский путь устроен, вот. И там воронка продаж. Я вот очень много, например, узнал там про воронку продаж, и там для меня это теперь там головная боль, потому что вот прям вот событие вчерашнего, позавчерашнего дня, вот. ЕСЕ изменила механизм запроса подтверждения генерального согласия, там есть так называемый цифровой профиль в ЕСЕ, и они изменили алгоритм. И воронка продаж, у нас есть маркетплейс для работы с физиками финуслуги, вот. И воронка продаж на финуслуги на 25% возросла. И вот, да, вот то, о чем мы начали говорить, не возросла, упала, сорян, сузилась, сузилась, стало хуже. Клиенты начали видеть дополнительно окно, вот, там согласие выдается в кучу госорганов, они не понимают, что это, и начали уходить. Вот, сори, да, не возросла, а снизилась. Вот, и в этом смысле это вот на самом деле это вот пример того, где следующий шаг CIS. И вот это моя головная боль, мне там технически пойти, да, уже, наверное, больше играть в GR даже, найти там людей в Минцифре, договориться с ними все-таки, как можно это все дело откатать обратно. И вот это вот пример вот будущего поведения. Поэтому я-то как раз вот хотел, наверное, может быть, нас вместе всех структурировать в точку, не как оно было до момента сейчас, а как оно будет на шаг следующий. Хороший вопрос, мы об этом поговорим. Сергей. Ну, с точки зрения, ну, бизнес, наверное, не корректно с моей стороны говорить, с точки зрения, наверное, целевых задач той или иной организации, в которой ты работаешь, конечно же, скажем так, за последние два года не только блок информационной безопасности, он видоизменился, да, если раньше это был там комплайенс, бумажная безопасность, бумажная безопасность, комплайенс там и все, вы, извините, у меня есть аттестат, вот у меня есть там орган по аттестации, который все вроде как у меня проверил, да, там и прочее. С точки зрения практической безопасности, конечно же, там зачастую были, наверное, ну, некие недоработки. И 21-е и 20-е годы они показали, что сам ЦИС или, там, скажем, директор по информационной безопасности, наверное, вот нашего, скажем, плана специалиста, они перешли действительно уже в бизнес. Ну, то есть, это, представляете, галеру. Галера все гребут куда-то в одну сторону. И здесь один парень, он идет с бумажкой, там, бросает якорь, говорит, не-не, ребят, мы пойдем вот в ту сторону. Соответственно, в данном случае мы пришли к тому, что если ЦИС, он не будет понимать процессов, он не будет понимать целей, ценностей компании, продуктов, которые они производят, там, продукт небезопасный, наверное, вряд ли кто-то купит, никто не купит машину, которая, там, я не знаю, из палок и картона, там, с веревками будет сделана. Соответственно, ЦИС, он в любом случае, он вон в бизнесе. То же самое идет и бизнес. На встречу аналогичная история, там, самая, наверное, на поверхности, это взаимодействие с пиар-службой. Это вообще никто не рассматривает. Произошел где-то, не знаю, там, дефейс сайта, первое, что ты делаешь, ты берешь своего пиарщика и говоришь, парень, вывешивай, там, я не знаю, технические работы. Ну, это логичная история. Можно, вот, все-таки, если перейти в практику, можете сказать по примеру какого-нибудь ЦИСа 2.0-ности? Не знаю, вот, хочется практики какой-то. Это незапланированная акция. Я вот просто думаю про практические примеры, которые те, кто нас слушают, могут унести с собой. И вот пример, не знаю, вот антифрод, например, работает плотно с бизнесом. И наш антифрод для каких-то входов сокращает клиентский путь на несколько шагов. То есть он берет, и ты можешь зайти в приложение Тинькофф, если ты с той же мобилой, так же трясешь мобилы, то есть такие же приложения используешь, тоже гео у тебя находится, то он тебя ни пароля вообще ничего не спросит, он тебя просто пустит туда, как бы дальше. И вот это хинергия бизнеса и безопасности на конкретном примере. То есть мы взяли, просто отключили для огромного количества операций. Операции в смысле не финансовые, финансовые операции все равно все подтверждаются. Это есть требования законодательства и так далее. А вот на вход почему бы просто не пустить без дополнительных факторов аутентификации. Спасибо, Дим. Все-таки возвращаясь к компетенциям, мне хотелось бы задать вам вопрос. С одной стороны, Сергей, ты говоришь, это риски, это рисковик 3.0. С другой стороны, Артем, ты говоришь про то, что это способность адаптироваться под обстоятельства и вообще отвечать на вызовы, которые к нам приходят. Если позволишь. Да нет, на самом деле это, наверное, больше не про образование, это скорее про свойства, да, ну про умения, такие софт-скиллы сильные. Не, если с точки зрения именно образования говорить, то есть мы это обсуждали и вроде как сошлись, как мне кажется, самое важное это понимать бизнес. Чтобы его понимать, нужно на одном языке разговаривать. Поэтому прям вот где это, next step, да, это по-любому MBA, причем, как я говорил, именно честный MBA, там не MBA в области IT, не MBA в области еще чего-то. Чистый MBA это реально там то образование, которое я там планирую в ближайшее время получить. Дима говорил, что тоже уже получает. Ну блин, правда, это очень важно. У Алексея Лукацкого недавно был опрос в телеграм-канале, для тех, кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь на него, телеграм-канал после Лукацкого. Реклама не оплачена. Но в опросе у Алексея прозвучал такой момент, что, в принципе, такое довольно распространенное мнение, вот, пожалуйста, Алексей у нас тоже здесь, что порядка 42% прям реально из нас верят в то, что любой CISO должен обладать некими такими управленческими навыками, точно должен пойти поучиться там на EMBA, MBA программах. Но все-таки, вот, я прошу вас, назовите прям топ-3 компетенции CISO, которые вот точно должны быть в CISO 2.0. Слушайте, ну смотрите, я более категоричен, я назову сейчас три компетенции, я просто, вот, знаете, у меня есть жизненный пример. Вот, мы на самом деле группа компаний, да, там, всех на слуху Московской биржи, но на самом деле там у нас в портфеле там еще 20 компаний, есть не очень больших. Вот, и мы, поскольку я отвечаю за блок риски тоже, да, мы эти компании проводим дюдил, когда какие-то сделки по приобретению компании проводим. Вот, и мне была компания, вот, просто вот расскажу, да, конкретно компания осуществляет финансовые платежи, не на территории РФ, но это важно, потому что у них не было вот это жесткое регулирование. Это было два года назад, до начала вот этих событий, конца февраля. Вот, их платежный сервис был целиком размещен в Google АВС, вот, в Google Клауде, да, при этом все средства безопасности были встроены. Нагрузка на этот сервис, там, несколько десятков тысяч платежей, ну, практически там в день они проводили. То есть, в принципе, он такой достаточно, там, пиковые нагрузки достаточно серьезные были. Вопрос, им вообще CIS был нужен? Нет. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что здесь уже надо говорить не о каких-то, там, компетенциях именно CIS как такового, вот, а о человек, который сможет найти бизнес-модель, да, и отчасти, наверное, это все-таки, там, компетенции, связанные с базовыми технологическими знаниями, даже уже не в области, наверное, информационной безопасности, да, а там базовые технологические знания. Это понимание бизнеса, вот, а третье – это понимание рисков. Ну, то есть, вот эти вот три, там, компетенции, наверное, они для CIS, там, 2.0 и 3.0 – это, там, то, что обязательно потребуется, без чего, наверное, уже даже сейчас тяжело жить. А кто ОВС настраивал? На самом деле, там есть услуга, и для тебя делает все это Google, вот, при этом они это мониторят и реагируют и умеют блокироваться, там, в последнее время сервис очень продвинутый, причем мы сознательно, поскольку я в это не поверил сначала, когда увидел, вот, что так можно, вот, сказал, что все фигня, вот, наверняка риск большой, вот, но мы потестировали эту историю, посмотрели код, и я ничего не нашел. Мне было очень обидно, вот, но я понял, что такая модель, она может быть. И, скорее всего, да, сейчас пройдет какая-то вот эта, там, эпоха импортозамещения, мы как-то там переползем на российский стек, но дальше, очевидно, уже сейчас видим, что российские облачные провайдеры уже делают похожие сервисы и бегут туда же. То есть со временем сейчас, ну, как-то весь этот бизнес, он начнет переползать туда. Ну, это очень правильная, на самом деле, архитектура, но CIS, кажется, все равно, там же все равно есть прикладные уязвимости, есть там, ну, кто терраформы там пишет для АВС, ну, то есть должен кто-то это делать, деплоймент, кто смотрит, там же есть процесс деплоя, тоже уязвимый может быть, но не суть. На самом деле уход в инфраструктуру, которая не требует администрирования, он самый правильный, типа и нужен будет, не знаю, инфраструктурный безопасный академий. Экономика, Дим, экономика. Проблема всей этой истории, что экономика, она превалирует над всем остальным, там, как бы мы считали, там, правильно, неправильно, если даже она была бы уязвима, вот, но компания именно зарабатывает, вот та компания, которую мы приобретали, она именно на этом зарабатывала, что она не тратилась вот на это, на все. Ты абсолютно прав, там нужна была экспертиза, там, хороший CTO был, вот, и он следил за правильным CICD, вот, он сам там запускал всякие дефсекоптские процессы, именно поэтому в коде ничего не было, но я говорю про некое, вот, там, ближайшее будущее, на самом деле. Ведь импортозамещение, вот, обратите внимание, да, там, небольшой спойлер раскрою, по-моему, это не секретная информация, но ЦБ сейчас обсуждает законопроект с разрешением перемещения банковской тайны в облака, потому что, ну, понятное дело, сейчас есть проблемы с техникой, именно в рамках импортозамещения нужно где-то размещаться, мы будем размещаться в облака. Размещение в облака – это не когда вы покупаете виртуальную машину, уже есть куберы в облаках, вы просто берете микросервисы, туда закидали, вот, и они там работают. И поэтому вот эти вот процессы CICD, это, скорее всего, уже там является действительно той ключевой точкой, на которую надо обращать внимание. Что это значит? Это то, что вот эти вот все истории про сферических коней, вакууме и про космос, которые я сейчас рассказываю, они уже вот завтра, ни где-то там, ни послезавтра, ни через год, они уже сейчас наступают. Я уже вижу, как бизнес, который вокруг меня крутится, говорит, ну, где же твой закон, вот, который должен быть, и мы сейчас полезем в облака, потому что нам это экономически выгодно. Вот, если я буду ретроградом, я скажу, нет, это вам нельзя, вот, нужно обязательно там периметр защитить, поставить там шлагбаумы кругом, вот, security operation center, но нет, скорее я сейчас буду переориентироваться в схему контроля за CICD и тем самым дать возможность бизнесу развиваться. И это, говорю, повторюсь, это не послезавтра, это вот буквально ближайшее будущее, то, что происходит сейчас. Сергей, спасибо. Топ-3 компетенции CIS. Ну, давайте я дополню, я с Сергеем полностью согласен, то, что в эту сторону все идет, и не только с банковской, в любом случае, как бы все эти продукты в том или ином виде в это придут, это понятно, это с какой-то степени, возможно, безопаснее, удобнее. Но про компетенции я хочу, я полностью согласен с тремя компетенциями, это, ну, техническая компетенция, айтишная и бэшная, ну, и бэшная в первую очередь, айтишная обязательно, потому что без этого никак уже не получится. Второй момент, да, это риски, обязательно риски и понимание бизнеса, вообще общение с бизнесом на одном языке. И еще один немаловажный момент, как я считаю, это умение объяснять и продавать безопасность как самому бизнесу, так и самим командам, которые производят продукты. Потому что только так и никак иначе получится сделать в текущей ситуации именно то, что вы поставите перед собой, те задачи по безопасности. Если вы продадите это бизнесу, команда не поймет, что это такое, это вот, как Дмитрий рассказал, можно наставить заборов, но толку от этого не будет никакого. Все равно найдется способ это все избежать. И то же самое с другой стороны, мы объясним это команде, но если у них не будет ресурсов, то сделать ничего толкового получится, но это будет очень сложно и не совсем то, что нужно. Поэтому, ну, вот, это мой топ. Ну, мне кажется, это нечестно, потому что плюс-минус мы сейчас все скажем одно и то же, даже все присутствующие в зале скажут, что одно и то же, это, соответственно, риски, да, у нас рискоориентированный подход, в принципе, это best practice, это техскил, да, именно с точки зрения техники, не только инфобеза, и, соответственно, там, плюс-минус понимание бизнеса, да, вот я, ну, три, все, я третий, да, повторяю. Вот, но мне еще кажется, что здесь важно баланс соблюдать, потому что если где-то перекос, допустим, если ты прям совсем про бизнес, ну, слишком ипотичный бизнес, да, ну, такой себе безопасник. Если совсем технарь, да, ну, не про безопасность, не про бизнес, это тоже такое себе, то есть три и, ну, плюс-минус хороший баланс. Ну, я еще к коллегам, наверное, добавлю, это управленческие компетенции, все-таки ты работаешь не один в поле, а воин, так скажем, ну, обязательно, это, конечно же, технические компетенции, это знание в области IT прежде всего, далее там можно вот раскачать. Соответственно, бизнесовая история, знать бизнес, ради чего вообще-то, ну, ради чего вы работаете, ради чего тебе там зарплата, образно говоря, платят, там, или там его бонус. И управленческие в любом случае. У меня есть пример, прекрасный программист, прекрасный кодер, парень, там, я не знаю, сок у нас в 2016 году на опенсорсе сделал, там даже уже какие-то зачатки были искусственного интеллекта. Рано или поздно он пришел к тому, что он не может управлять людьми. Он пошел в другую, там, ну, крупную организацию, он приходит, ему говорят, слушай, давай, ты там, я не знаю, там замоченник и начальник управления, как минимум в нашей организации. Он говорит, нет, ребят, я хочу на море, я хочу кодить, я не могу больше заниматься персоналом. То есть управленческие компетенции они в любом случае тоже должны быть. Слушайте. Я думаю, что зал ждет от тебя что-то креативное уже. Да? Да. Это сильно зависит, наверное, от организации, в которой нужен ЦИС. Если это компьютерный клуб, то там не нужен ЦИС, там нужно перезаливать рассудки компьютеры и не заниматься фигней. С точки зрения компетенций важны, наверное, неожиданная компетенция пиар, пиар, маркетинг, реклама. И эта компетенция кажется важной для того, чтобы развивать культуру и в целом растить овероу по организации компетенции информационной безопасности у других. То есть немножко перестроиться из того, что безопасник не отдельный какой-то чувак, который защищает, а он растит в целом инфраструктуру и коммуникации информационной безопасности, умеет какие-то вопросы отстоять, какие-то вопросы договориться, где-то повысить. Это, наверное, не очевидная компетенция, которой нужна, кажется, информационной безопасности. Социология, что-то такое. Ну, то есть, может, мне это просто близко, мне нравилось просто ходить в РГГУ в свободное время на лекции по политическому пиару и маркетингу. И это очень круто работает в информационной безопасности в целом. Вот это очень интересный вопрос. Я попрошу тоже каждого, может быть, поделиться своим кейсом, а как вы себя доращивали. А пока вы думаете про это, то я хочу обратиться в зал. Мы позволим задать из зала два вопроса. Поэтому для тех, кто захочет, поднимайте по этому руку. Как доращивали? Слушайте, здесь на самом деле нет какого-то универсального рецепта, что прошел вот эти курсы 512 часов, плюс MBA и все, ты гуру. У тебя там появляется третий глаз. На самом деле, это просто желание самомодификации. И я, честно говоря, у меня скорее это просто попытка в смежных областях расти. И я в рамках той деятельности, которая у нас есть в компании, я все время стараюсь в смежные области зайти и проработать с коллегами. Благо, с учетом того, что я курирую риски, мне это в силу уже профессии можно и нужно делать. То есть я в каждую предметную область залезаю и стараюсь погрузиться как можно глубже. Это мне позволяет, с одной стороны, делать тюнинг, понимание тех болей, которые есть у конкретных подразделений. И Versus мне это позволяет придумывать какие-то новые решения. Потому что сейчас вот этот скилл придумывания, он оказывается очень сильно востребован, потому что мы оказались в нетипичное время, в нетипичной ситуации. И наша способность, есть такое старорусское слово, out of box thinking, то есть думать вне коробки, вот это вот прямо сейчас то, что очень востребовано. Но как этому научиться, вот кроме как стимулировать себя самому идти в смежные области, глубоко заныривать то, чем занимаются, не знаю, бухгалтера, то, чем занимаются продуктовики, в каждой конкретной продукте, в каждую конкретную систему, процесс, я только вот так вот умею. Коллеги. Мне кажется, надо уже понять, что какое-то классическое управление рисками просто не работает, и пора взять на себя ответственность за общую безопасность. Ну то есть никто, некому эскалировать, не с кем договариваться. Кроме вас никто не понимает вообще в этой области. И когда вы приходите с каким-то вопросом, не знаю, там к SEO или к CTO, кому угодно, это вообще непонятно. Ну то есть такое широкое покрытие, кажется, есть только у информационной безопасности, и пора перестать рассчитывать на кого-то, и рассчитывать только на себя, и делать безопасность, которая будет достаточной для бизнеса, а не ждать рекомендаций от SEO или от какого-то рискового комитета. Я не знаю, я видел пару рисковых комитетов, и такой бред вообще. Вообще, что-то другое хотел сказать? Ну, наверное, с точки зрения компетенции, там, понятное дело, все поработали в разных организациях. Ну, мне повезло, на самом деле, я и послужил, и поработал в бизнесе, в государственных компаниях, корпорациях. Ну и сейчас, волей судеб, я уже вернулся сейчас на государственную службу. Мы сейчас пришли, приходим порой, и во многих организациях я это замечал, что ИБшник, ну, в сферу того, что он достаточно широко разве, да, он должен разговаривать там с пиаром, с айтишниками, там, не знаю, с бизнесовыми подразделениями, он становится таким неким универсальным каким-то человеком. Любая неведомая зверушка, любая неведомая задача, она почему-то приезжает порой в ИБ. Ну, они же разберутся, им надо это потом будет защищать, да, остальные там, если что, это он там подписался, расписался, согласовал документ. Но достаточно большой кругозор, прежде всего, ну, опять же, айтишная история, и, ну, прежде всего, не бояться, наверное, изучать новое. Любой опыт, который, там, я не знаю, сегодня нечаянно получил, он тебе может там через 5-10 лет понадобиться и прям выстрелить, прям вот так вот. Ну, то есть здесь главное не бояться образования. А, я вопрос вспомнил. Извини, пожалуйста. Про, что, развиваться, да, как… Как доращивать себя. А, доращивать. Слушайте, это какой-то непрерывный процесс доращивания. Ну, то есть, кажется, его нельзя останавливать. Главное, периодически проверять, что он не остановился. Ну, то есть, если ты дорос, то, в принципе, все, можно писать заявление на увольнение и ехать куда-то. Ну, то есть, если безопасник дорос, то, кажется, у безопасника проблема. Ну, то есть, вот я бы так, наверное. Ну, то есть, я бы работал и кодером, и мы сегодня обсуждали, и драйвера писал, и админом, и еще кем-то. С точки зрения, вот, неочевидная вещь, которую я часто говорю, но, не знаю, слышит мне кто-то, мне кажется, через 5 лет базовая инфраструктура будет не нужна. Да. Ну, то есть, будет там, ну, совсем, ну, то есть, никаких там средств защиты, все это захардженино будет в ноль, и вообще не особо это нужно будет. И, как бы, кажется, оно будет перетекать постепенно в платформенные решения, в харденинг, в ноль туда. Если есть кто занимается инфраструктурой и думает в эту сторону, то нужно бежать уже, где все копсы, в облака, в кубер, куда-то туда, и как это защищать. Ну, это какие-то вот такие преобразования, которые говорят о том, что если ты постоянно учишься, постоянно мониторишь, что происходит, то это не вызывает, эта рекомендация была бы не нужна. Ну, то есть, если она вам нужна, то вам стоит задуматься. Если эта рекомендация очевидна, и все это понимают, то, кажется, вы в тренде. Ну, то есть, мне кажется, надо помнить, что если вдруг я решу, не знаю, что я все выучился, значит, я теперь паровозик смог, то, наверное, застрелиться надо, как офицеру. То есть, концепция непрерывного образования, такой, lifelong learning. Артем? Ну, мне кажется, на самом деле, довольно просто, да, но повезло, может, так, всем присутствующим. В том плане, что особо ничего делать не надо, просто нормально свою работу делать. В том плане, что не просто, типа, не, это не будем, и все. Желание, ну, в хорошем смысле, разобраться в проблеме, решить ее, да. То есть, опять же, тонкая грань, там, не уходя в микроменеджмент, потому что, ну, плохой ты управленец, если совсем глубоко ныряешь. Ну, плюс-минус, пытаясь решить, там, возникающие проблемы, они возникают, там, ежесекундно, да, так скажем, а ты по-любому будешь расти. Ну, если совсем ты захист, да, может быть, отрасль такая слабодинамичная, такие тоже бывают, но, видимо, сферу менять. Хотя, как мне кажется, сферу, в принципе, полезно менять хотя бы раз, ну, там, раз в пять-шесть лет, чтобы голова думала. Здесь, да, наверное, я подытожу коллег, потому что какого-то единого пути, наверное, нету. Здесь нужно иметь очень такие обширные компетенции в различных областях, в смежных, но и не забывать все-таки про основные, это IT и B, как дальше расти, у каждого путь свой, в зависимости от команды, компании, вашего видения, чего вы хотите и так далее. Но здесь хочу добавить один очень важный момент. В советских книжках был такой термин, как инженерное чутье. Вот это как раз тот момент, которым обязательно нужно обладать. И вот Дмитрий заметил, зачастую не на кого положиться, можно посчитать риски, можно вывести в симметрики, коэффициенты, как бы окей, прикольно, но решение принимать конкретно вам. С бизнесом, не с бизнесом, но в любом случае вы отвечаете за свою зону ответственности. И у вас должно быть понимание достаточно глубокое и достаточно хорошая чуйка, в чем можно делать, а что нельзя. А можно я чуть-чуть подолью, потому что мы все, знаете, тут сейчас как это по очереди, все друг с другом согласны, а я не согласен. Я вот, может быть, не очень внятно сказал, но на самом деле я именно принципиально считаю, что нужно идти в смежные области. Вы не сможете растить бизнес-компетенции, не участвуя в бизнесах на каких-то там равных условиях с бизнесом. Я на своем собственном примере расскажу. Я, например, занялся углеродными единицами, потому что мы там участвуем в одной из компаний, которая создает реестр. И я вот именно не с позиции там инфобеза этим занимаюсь, это тоже где-то, но именно с позиции развития биржевой торговли углеродными единицами. Это зачаточная стадия, это там станет хайпом лет через 10 только. Но пока вот эта возможность есть, я туда вписался, потому что это позволяет мне понять, как создается бизнес. Я в этом там кручусь уже полгода, но я уже даже на конференции езжу, я уже где-то даже выступаю и рассказываю про этот рынок, будущий рынок углеродных единиц. И вот это позволяет расширить вот этот мозг без всяких дополнительных веществ, который позволяет думать уже за бизнес. Когда мы делали marketplace финуслуг ритейловый, я напросился, и я возглавлял какое-то время разработку его самого. Но пока он там не стал слишком большим, и мне там стало слишком тяжело уже за этим следить. Но я вник в эти процессы разработки именно как руководитель, или как тимлит разработки. И у меня там таких примеров очень много. Я старательно стараюсь расширять свое понимание, именно переходя зачастую на сторону бизнеса. Да, там тяжело соблюдать конфликт интересов, но вот я именно про это говорил. Невозможно сейчас понять, как работает бизнес, не будучи на стороне бизнеса. Главное совсем далеко не уйти. Знаешь, что есть уйти в бизнес, и тогда может случиться перекос. Все-таки у безопасника должен быть какой-то рубильник, когда безопасник жестко говорит, что сделаем так, и будет не очень хорошо. Слушай, ну мы все-таки говорим о людях, которые занимают руководящую позицию. Безусловно, вот если ты там представишься, любую иерархию любой компании, есть единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Под ним там уже руководители блоков. Ну, понятное дело, что там организация строится, исходя из конфликта интересов. Но вот я говорю о том, что там на уровне уже топов SEO-1, ну все равно, ты уже как бы измеряешь свои запреты с бизнес-целями. Поэтому да, наверное, если там руководитель отдела средств сетевой защиты, я не знаю, наверное, тебе нельзя идти в бизнес, потому что ты уйдешь очень далеко, и это неправильно. А если ты циса, вот я считаю, что это нормально, потому что если ты оттуда дорос, то, наверное, где-то внутри у тебя есть вот эти внутренние ограничители, которые не позволят тебе уйти совсем в не ту сторону. Просто я к тому, что конфликт, это очень хорошо в данном случае, и конфликт должен соблюдаться между безопасностью, бизнесом. Если как раз нет конфликта между бизнесом и безопасностью, то стоит задуматься, то есть либо безопасности нету, либо бизнес какой-то слишком сильный, который вводит это в сторону рисковую достаточно. Это вот хороший вопрос, где вообще водораздел. У меня еще к вам есть два вопроса, но я хочу дать возможность залу также задать вопрос. Коллеги, кто готов, поднимите руку, мы вам дадим микрофон. Хорошо, тогда вопрос мой в следующем. Про команду. Вы сейчас обрисовали такой довольно широкий скиллсет CISO 2.0, где есть и довольно серьезные управленческие навыки, где есть и большая область, связанная с управлением рисками, и тут не девается никуда управление инфраструктурой. Что про команду? Каких людей под CISO 2.0 вы набираете? Кто вам важен? Какие компетенции вам важны? И как вы вообще на это смотрите? Ну, смотрите, тоже, да, давайте начну. Начинать, Дима, начинать все время легче, я тебя понимаю, потому что когда доходит очередь, все уже все сказали, ты либо повторяй, либо это. Поэтому я начну, чтобы мне было попроще. Смотрите, нет, опять же таки, в этом смысле. Какой-то универсальной истории. Сказать о том, что я набираю только единомышленников и очень много там овер дофига на рынке людей, которые думают так же, но тоже было бы чуть-чуть перегибом. Но при этом, на самом деле, я стараюсь стимулировать команду, чтобы они смотрели так же, как я смотрели на соседние области. А у меня и риски, инфобесы, там есть еще непрерывность, и плюс вот эти вот смежные области. И я на добровольной основе говорю, ребят, хотите, участвуйте. У меня чел, который занимается рисками, он как бы по основному месту работы, ему настолько вот эта вот экологическая повестка понравилась, что он там сидит с ушами и уже больше меня там понимает в эти экологические проекты, в экологических вот этих проектах зеленых, в выбросах и так далее. Вот, ему просто это интересно. И я стараюсь мотивировать людей, да, в том числе какими-то денежными способами, чего я получаю взамен. Я им стараюсь, то как бы они там ротировались между собой, даже в смежных областях. Вот, я получаю взамен вот это более широкое мышление и более универсальных людей. И когда у меня возникает какая-то нетипичная ситуация, а у нас, к сожалению, да, ну, просто мы инфраструктура, мы не очень тепловой бизнес такой. И у нас какие-то там нестандартные ситуации очень часто возникают. Не чисто инфобес, а вообще, да, там, вот как вот когда случился конец февраля, да, мы там торги прекратили, а потом его начали в таких хитрых режимах запускать. Вот, а это значит, что надо было системы быстро перестроить, бизнес-процессы перестроить, да еще и регуляторику перестроить все. Вот, и это вот нетипизм, такой нетипичная ситуация. И я взамен получаю, что у меня люди в большей степени готовы к таким ситуациям, они более адекватно реагируют. То есть я меньше, как это, инвестирую в то, чтобы там задачку разложить по полочкам. И они их лучше решают. Вот это, мне кажется, это вот очень там пример, который там очень рекомендую. Я, наверное, здесь только дополнюсь, Сергей. Кажется, что у нас вообще нет такого. Мы, наверное, уходим, чтобы есть какой-то начальник, который как-то это не очень звучит. И поэтому у нас больше мы стремимся к холократии и к тому, чтобы ребята брали на себя ответственность. И у нас есть целые мероприятия по, например, культуре инновации. То есть мы проводили опрос команды, смотрели, что в инновациях им там легко дается, как они относятся к инновациям, как они с этим работают. Взяли на себя некоторые направления по улучшению этого. Ну, то есть стало видно, например, что по команде у нас там одни достижения. Так не бывает. Ну, то есть мы знаем, что из 10 инноваций там стартует одна, ну, дай бог, две. Ну, то есть, а у нас типа прям вот все вообще классно. Ну, то есть так не бывает. Поэтому мы ввели факап найты, где ребята провели уже несколько, там ребята рассказывают про фейлы, которые происходили, что ошибаться это клево, и это нормально. И вот расширяем горизонт как бы каждого. Ну, сейчас в такую штуку вписался. У меня нету, знаете, у самурая нету какой-то здесь цели про командное развитие, потому что это достаточно непростой вопрос. И я задаю HRBP часто, с которым общаюсь, вопрос, что мне конкретно нужно делать с точки зрения там развития. Я там тренинги какие-то прохожу, там какие-то коучи есть, еще что-то, но нету конкретики часто. И то же самое команда может недополучать. Поэтому есть много направлений, которые нацелены на развитие именно команды. И вот последнее, во что я вписался там на прошлой неделе, это командный коучинг. Ну, то есть какая-то новая штука, которую я увидел, и буду делать там со своей командой командный коучинг, чтобы ребята могли собраться между собой и сказать, что хорошо работает у них или в других управлениях, сделать такое перекрестное опыление, может быть, между управлениями, сказать, чтобы ребята, которые находятся на позиции руководителя управления, также могли подумать в сторону того, как вообще департамент может развиваться, и примерить на себя немножко другую роль, а посмотреть на это более системно. И, ну, мне кажется, вот это крутая штука. Не знаю, посмотрим, в следующий раз расскажу, может, какая-то хигня. Много раньше было анекдотов про коучинг, может, так и есть. Сергей. Ну, с точки зрения команды, такие же требования, на самом деле, как к себе. Это инициативность, вовлеченность в процесс, наверное, своей организации, с которой ты работаешь, ну, и, прежде всего, какая-то некая авантюрность, наверное, должна быть в любом случае. То есть человек, который приходит с 6 до 8, или с 9 до 8, до 6, извините, сбился. Пришел, отработал, но в нашей команде таких нет. Ну, то есть, то, что были ребята, наверное, они так ушли, там, смежные истории. Ну, наверное, вот так. Инициативность, ну, не бояться чего-то нового, там, стремление развиваться, в конце концов, изучать какие-то истории, там, это логично. Вот, у меня команда вся такая. Ну, наверное, смириться с болью, в первую очередь, в том плане, что там, эта проблема начинается, когда ты становишься, там, типа, начальником, ну, руководителем группы, начальником отдела, когда ты понимаешь, что твои ребята разбираются в предмете лучше тебе. Чем у тебя ребят становятся больше, тем ты меньше становишься в вещах разбираться, особенно, если ты технарь, а технарь мне вдвойне больно. Вот, и понимаешь, что, ну, плюс-минус, они все умнее меня, да, ну, правда, в своих областях, ну, все же. Поэтому, ну, да, смириться с этой болью, наверное. И второе, да, то, что говорили, реклама, самореклама, то есть, опять же, там, можно на две вещи разделить, это, ну, некая визибилити кибербеза внутри компании, и, по сути, там, ты и твои ребята, это лицо функции. Вот, соответственно, ты, когда, ну, по крайней мере, я, когда начинаю брать ребят, особенно, которые общаются со смежниками, я начинаю больше заморачиваться по поводу софт-скиллов, потому что, ну, блин, если он кого-то в лицо плюнет, да, как бы, потом, ну, это такая себе аура для подразделения в целом. И даже был реальный пример, да, был, блин, офигенный псевд, прям, он чуял, но при этом он всех посылал. Ну, к нему разраб приходит, ну, чувак, типа, как починить, а он его, вот, поэтому стал красным. Красный тоже неплохой, кстати. Вот, ну, и, соответственно, внешняя реклама вовне, да, то есть, опять же, там, ну, есть куча примеров известных российских, там, IT-технологических компаний, да, там, желтая, например, которая платит небольшие деньги, но при этом пылесосит лучших ребят с рынка, да, реклама, это тоже, мне кажется, важно. Я здесь, на самом деле, выделил бы понятие, во-первых, core-команды у ЦИСа. Это как раз те ребята, с которыми вы работаете, это твои руки, которые тебе позволяют это что-то делать. Это первый момент. Второй момент, когда набираешь команду, очень важно, чтобы люди были и в твоей core-команде люди были с различными интересами, и это были разные люди. История про конфликт, это очень полезная штука внутри, из ЦИСа, и когда между собой конфликтом надо управлять, он должен быть управлемой, но это позволяет давать очень хорошие результаты. И когда у вас в команде, ну, ЦИСа, core-команда, когда люди с разными интересами, происходит диффузия интересов, на самом деле, и это очень сильно позволяет как раз вот расширить эту историю с горизонтами и с пониманием. И ребята намного творческие и быстрее подходят к тем вызовам, которые получаются. И это вот, как бы, мой рецепт. Может, вам короткую ремарку, я уже говорил, я помню, да. Бирюзовая организация. Почитайте, на самом деле, там чуть-чуть про розовых пони, вот, и про сладкие слюни, но в целом структура, как бы, когда плоская, она более эффективно работает. Это очень тяжело сделать в технологических областях, особенно в инфобезе, ну, потому что у нас очень многие люди, да, там, с бэкграундом, из МВД, из откуда-то еще, из других силовых ведомств, вот, и они не понимают, для них важна субординация. Но когда это начинает работать, когда у вас действительно замешано, там, и начальник управления, там, директор департамента, в принципе, решают, и там специалисты решают одну общую задачу, они становятся более эффективны. И у вас и директор департамента, и начальник управления растет, и специалисты растут. Вот, и у нас, на самом деле, там не всегда это получается, но я вот крайне приветствую нарушение субординации, то есть когда специалист может идти через голову, вот, когда я там зачастую инвестирую время в какие-то технические задачи вместе со специалистами, то есть мы вовлекаемся, там, опыляем друг друга какими-то свежими идеями, я проникаю всеми их болями, ну, то есть вот эта вот история, вот, почитается, очень рекомендую. Это в том числе должно быть все-таки на уровне культуры компании всей, в ДНК компании, потому что вот мне, наверное, здесь легко было, легко говорить про холократию и про то, что я набираю ребят, которые там между собой общаются как хотят, и там генерацию идей, про инновационное управление, но вот CFO новый, который пришел, он говорит, я понял, куда я попал, когда я поднялся на 26 этаж, и там переговорные, ну, такие стекляшки у нас есть, большие переговорные, где топ-менеджмент общается и так далее, Эверест называется, и в Эвересте в переговорной Сиэро, директор по рискам, ругался с Джуном, причем так, ругались достаточно серьезно, рисуя на доске прям, ну, то есть молюя там формулы какие-то по поводу там конкретных нюансов ML, и это нормальная ситуация для Тинька, он говорит, я понял, где я нахожусь, то есть, что ты либо говоришь аргументами и обосновываешь свое мнение, как там в данном случае Сиэро пытался обосновать Джуну свое мнение, а у Джуно свое мнение, и пока они там не договорились, они оттуда не вышли, нету давления авторитета, ну, типа, ну, Сиэро, ну, и что, ну, то есть, ну, хорошо, а я там специалист, ну, ты мне все равно поделал теперь, скажи, что надо, и вот это очень хорошо работает, но это на культуре всей организации, и эта ситуация абсолютно нормальная, которая удивила Сиэро, но остальных она не удивляет, типа, ты можешь пойти спокойно, зайти в кабинет к Сиэро и поговорить с ним, это прикольно. Культура, вопрос важный, и особенно в контексте тоже нашей темы и нашей проблематики, мне кажется, сильно аффектит. У нас, к сожалению, вышло время, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня был, и пожелать нам всем удачи в такое нестабильное, сложное время, когда приходится защищаться, и очевидно, что защищаться уже в сегодняшних условиях старыми методами невозможно. Меняются системы, меняются технологии, меняемся сами мы. С одной стороны меняется ЦИС, а с другой стороны меняется команда ЦИС. И я хочу пожелать в этой эпохе перемен нам всем удачи и хорошего ведения бизнеса. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...